Здравствуйте! Это новости Татарстана. В студии Лены Зинатолиной. Вот о чем сегодня в выпуске. Земли больше, молока меньше. Да, неплохо по растениваться. Хотя ниже, чем республика, но неплохо. Но в счастье животноводства, конечно, стоит позор. О достижениях и проблемах Рыбно-Слободского района расскажет Рамиль Галиулин. Золотому голосу России. Последие Федора Ивановича Шаляпина, оно бессмертное. В республике празднует 150-летие Федора Шаляпина, как в Казани почтили память легендарного земляка. Расскажет Рамиль Шайдур. На местах принимают меры. Если бы вы были священниками, если бы он работал, семья вас спасла. Какие выводы сделали после трагедии в Пестричинском районе, узнал Дмитрий Аринин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специальное заседание комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Какие еще сделаны оргвыводы, узнал Дмитрий Аринин. К месту трагедии местные жители принесли цветы и мягкие игрушки. Сейчас на Попелище одиноко броет собака этой семьи. Поседи, помогите! Вторая аллея, 36-й, часто горим! Так Алена Полюбай просила помощи в чате своего СНТ. Как говорит председатель, несмотря на ранний час, с 7 утра, соседи быстро отреагировали. Вызвали пожарных, поспешили к месту ЧП. Алена к этому времени выпрыгнула из окна с сыном на руках. Ее супруг и трое дочерей погибли. Как говорят, семья была хорошая. Алена занималась волонтерством, помогала участникам СВО. Шьют тактические вот эти укрывные танки, чтобы укрыть. И она спрашивала, у кого есть там тюль белый или что-то, приносите. Мы помогаем. Алену Полюбай и ее сына госпитализировали в Казань. Женщине в РКБ сделали операцию на позвоночнике. Ребенок находится в реанимации до РКБ. В стабильном состоянии. Проведены все медицинские и диагностические процедуры. Готовим к переводу в отделение. Эта семья нигде не соприкасалась к нашим условиям. Где точки взаимодействия, контакта, где мы могли бы эту семью отследить. Как отметили на районном заседании КЧС, сейчас рассматривают две версии ЧП. Это нарушение правил использования печи, либо электрооборудования. В садовом товариществе Пестричинского района семья жила с 2019 года. При этом прописаны они в Казани. Там в квартире стоял пожарный извещатель. В садовом доме его не было. Глава района сегодня поручил главам поселения, председателям СНТ, провести подворовый обход, чтобы установить все многодетные семьи. Раз эти люди приехали в КЧС, мы за них ответим. Он по закону имеет право прописываться, не прописываться. Если бы был извещатель, если бы он работал, семья бы спаслась. На сегодняшний район готов устанавливать многодетные, защищенные слоями поселения, эти извещатели. Как отметили в МЧС, сейчас в Татарстане установлено почти 400 тысяч пожарных извещателей. Всех призвали обезопасить свои дома и приобрести такие приборы. Неленивый человек сможет в два клика, а может быть даже и в один, определить, какой извещатель нужен. На самом деле, порядка 250-300 рублей это извещатель стоит. Я предлагаю всем, вам здесь присутствующим, начать себя закупить, потому что это действительно очень хорошая вещь для того, чтобы можно было в случае чрезвычайной ситуации, самое главное, пожара, спасти самим и спасти своих близких. Руководители призвали провести сходы граждан и собрание СНТ, чтобы напомнить о правилах пожарной безопасности. Завтра на кладочи курган пройдут похороны погибших. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Пестричинский район. В Лениногорске в эти выходные в квартире четырехэтажного дома угарным газом отравились 4 человека. Это 56-летний мужчина, 58-летняя женщина, а также их внуки, мальчики 6 и 8 лет. Причина происшествия устанавливается. С диагнозом отравления угарным газом легкой степени тяжести все они направлены на амбулаторное лечение. С начала года в республике зафиксировано 15 случаев отравления угарным газом. Погибли 3 человека, пострадали 35 татарстанцев. За весь прошлый год таковых было 82. В январе прошлого года было зафиксировано 7 фактов отравления. В этом в два раза больше. Количество погибших в результате мощного землетрясения в Турции, по последним данным, превысило 31 тысячу человек. Из пострадавшего региона в другие провинции эвакуировали более 158 тысяч жителей. В Турции сейчас находятся спасатели практически со всего мира. Так только МЧС России направила более 100 специалистов. Они продолжают разбирать завалы. Сегодня утром из-под обломков была спасена пожилая супружеская пара, которая провела там больше шести суток. В субботу весь мир облетела фотография спасенного двухмесячного малыша, который находился под завалами пять дней. Вчера произошло еще одно чудо. Из-под обломков спустя 140 часов извлекли семимесячного малыша. И сегодня спасли женщину и 13-летнего подростка, которые пролежали под завалами больше недели. Пострадавшим помогает весь мир. Пункт приема гуманитарной помощи сегодня заработал в Казанском аэропорту. Сюда можно принести детские подгузники, средства гигиены, детское питание, палатки, обогреватели, взрослую и детскую зимнюю одежду, предпочтительно новую. А также спальные мешки, термосы и портативные зарядные устройства. Пункт расположен на первом этаже гостиницы «Полет». Он будет работать ежедневно с 10 утра до 5 вечера. Телефон для справок на экране. Также гуманитарную помощь можно направить в Генеральное консульство Турции в Казани. Движение по скоростной трассе М-12 до Казани планируют открыть до конца года. Об этом на совещании с вице-премьерами сегодня сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. На ее строительство будет направлено еще 30 миллиардов рублей. Это позволит досрочно ввести в эксплуатацию участок в Московской области протяженностью 42,5 километра. Автодорога М-12 протянется от Москвы до Казани. Затем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Она станет частью международного транспортного коридора Россия и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии. Движение до Казани планируем открыть до конца текущего года. На строительство этой дороги правительство направит 30 миллиардов рублей. Важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению. Зарплаты в два раза ниже среднереспубликанских. А вот уже 10 лет смертность превышает рождаемость, сокращается поголовье КРС. За работу по ряду показателей сегодня Рустам Маниханов раскритиковал Рыбно-Слободский район. Там подводили итоги 2022 года на заседании райсовета. По словам Раиса, муниципалитет имеет огромный потенциал, как туристический, так и промышленный. Но пока находится лишь на 39-м месте по социально-экономическому развитию. Здесь же Рустам Маниханов осмотрел ряд объектов. Рамиль Галиулин продолжит. В этих цехах все. Забой, разделка, переработка, тушь. Это одно из крупнейших предприятий района по производству мраморной говядины. В Рыбно-Слободе оно пока единственное. О производстве рассказывают Рустаму Маниханову. В месяц здесь получают до 3000 тонн мяса. Производство запустили 10 лет назад. За это время создано больше 160 рабочих мест. Выпускники в основном нашего техникума, в основном 70% остаются у нас в районе. Готовят кадры для района в этом агротехническом колледже. Два года назад здание капитально отремонтировали. Здесь обучают будущих механизаторов, мастеров по ремонту сельхозтехники, трактористов, поваров и бухгалтеров. Необходимо вести персональную целенаправленную работу по привлечению молодых специалистов на село. Привлечь молодежь на село и не растерять тех, кто есть – одна из основных задач района. Об этом говорят уже на итоговой сессии. Как отметили, сельхозпредприятия обеспечены кадрами лишь на 80%. Сегодня в районе проживает 24 тысячи человек. Рыбная Слобода расположена в самом центре республики и имеет выгодную транспортно-логистическую позицию. По территории района проходят две федеральные трассы. Кроме того, имеется больше 80 километров береговой линии по Каме. Но несмотря на весь потенциал, Рыбно-Слободский район занимает лишь 39 место в рейтинге социально-экономического развития. Минус две позиции к уровню 2021. По итогам года валовый объем продукции района составил 8 миллиардов рублей. Собрали 156 тысяч тонн зерна. Это на 60 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Но есть заметное снижение поголовья крупного рогатого скота. Почти на тысячу. Основной причиной снижения поголовья КРС стало уменьшение мясного поголовья. А также проводим мероприятие по оздоровлению молочного стада от лейкозного поголовья ООО «Арыш Агро». С хозяйствами утверждена дорожная карта. Запланировано восстановление поголовья КРС к уровню прошлого года до 1 апреля текущего года. Падает численность поголовья, а значит снижается объем производства молока. Для аграрного района это главный источник доходов, отмечает Рустам Миниханов. По растеневодству. Хотя ниже, чем республика, но неплохо. Но в части животноводства, конечно, стыд-позор. 46 тонн молока производят. Это же деньги. Приведу пример Атнинский район. Атнинский район в два раза меньше имеет земельных ресурсов. Но в 7 раз больше 312 тонн молока продает ежесуточно. Вот и выручка, вот и средства. Отсюда и низкие зарплаты. Сегодня в районе жители получают около 35 тысяч рублей. В сельхозсекторе 25 тысяч. Это в два раза меньше среднереспубликанских значений. Вот почему люди уезжают, почему молодежь уезжает. Обратите внимание, это очень важный вопрос. Если мы эти вопросы не решим, ни специалистов, ни людей у нас не будет. Вот географически, природно вы очень привлекательны. Надо найти такие вещи, чтобы рабочие места были, хорошие зарплаты были. Город близкий. Почему здесь не жить? Это прекрасный район. Много вопросов и к демографии. Уже много лет в районе смертность превышает рождаемость. За отчетный год родилось 158 человек, тогда как в 2021 году этот показатель составил 178 человек. В 2022 году умерло 391 человек. В 2021 мы потеряли 491 человек. Рост смертности отмечается в старшей возрастной группе. Умерло старше трудоспособного возраста 314 человек. Это 80,3%. Развивать малый и средний бизнес, создавать новые рабочие места, пользоваться мерами господдержки и все-таки уделять внимание туризму. Задача на этот год от Рустама Миниханова. Рамиль Галюлин, Вадим Иларионов. ТНВ. Рыбнослободский район. Жители советского района Казани в 2022 чаще жаловались на состояние дорог, особенно в поселках. В народный контроль поступило больше 9 тысяч обращений. Советский самый большой район столицы. Числится 41 жилый массив, где живет каждый десятый казанец. Особое внимание жителей советского просят уделить и социальным объектам поселков. Об этом сегодня говорили на деловом понедельнике Казанской мэрии. В прошлом году здесь отремонтировали 22 улицы, 43 дома и 61 двор. В планах привести в порядок 44 дома и 51 двор, а также построить вторую очередь парка-бульвара у жилых комплексов «Весна» и «Светлая долина». В советском районе 41 жилой массив, 41 поселок. У них проживают более 53 тысяч жителей. Основная масса обращений поступает по вопросам улично-дорожной сети, так называемой поперечной улицы. Если главная улица поселков мы по программам федеральным и республиканским уже затронули, либо в ближайшее время затронем ремонтом, то вот поперечные улицы и организация уличной дорожной сети, плюс наличие, конечно, социальных объектов, требуют нашего особого внимания. И необходима действительно отдельная программа поселок, которая сформирует все потребности. Следком направил в суд дело об истязании полуторагодовалой девочки. Обвиняемая 34-летняя жительница Казани. По версии следствия, в ноябре 2022 года женщина после ссоры с сожителем выместила обиду на общем ребенке. Нанесла малышке удары руками и ногами по телу и выставила на балкон. Сняла все это на телефон и отправила сожителю. Видео оказалось в сети, а мать под стражей. Теперь судьбу обвиняемой будет решать суд. Ребенок сейчас находится под опекой бабушки. Вахитовский район и суд сегодня поставил точку в одном из самых резонансных уголовных дел за последние годы. Его обсуждала вся страна. Речь о краже сейфа с 15 миллионами рублей из здания следкома в самом центре Казани. Приговор вынесли троим участникам ограбления. Это Руслан Нургалеев, Данила Еленсон и Никита Карабаев. По материалам дела в сейфе хранились вещественные доказательства по одному из уголовных дел. Всех троих суд признал виновными в краже по предварительному сговору. Что нужно было грабителям? Вещдоки или миллионы? Из зала суда Вероника Гайнузинова. В зал заводят троих исполнителей. Данилу Еленсона, Руслана Нургалеева и Никиту Карабаева. В ночь с 3 на 4 октября 2021 года они выкрали из здания следкома прямо в центре города. Сейф в котором было 15 миллионов рублей. Их тогда задержали по горячим следам. Следствие выяснило организатор ограбления бывший следователь-криминалист Марат Шакиров. Он и его подельники в масках забрались ночью в здание. Забрызгали краской камеры наблюдения и похитили сейф из кабинета. Марат Шакиров заключил досудебное соглашение со следствием и прокуратурой. Дело против него рассматривают отдельно. По материалам все трое в совершении преступления признались, но с оговоркой. Не знали, что грабят силовое ведомство и что именно находится в сейфе. Сторона обвинения считала полностью доказанной причастность и виновность подсудимых в совершении инкриминированного им преступления. В премиях сторона обвинения запросила для Еленсона наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. В отношении Карабаева было предложено суду назначение наказание в виде 4 лет лишения свободы. И в отношении Нургалиева в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Приговор сегодня зачитали буквально за несколько минут. Суд ограничился только вводной и результивной частью. Такой же приговор озвучили Данилу Еленсону и Руслану Нургалиеву. Они тоже проведут 3 года в колонии общего режима. Суд учел, что они не подозревали ни о содержимом сейфа, ни о том, откуда его выносят. Так, обвинения в краже в особо крупном размере переквалифицировали на кражу по предварительному сговору. Адвокат одного из осужденных считает приговор суровым. В принципе, реквалификация была. Но считаю, что наказание чрезмерно суровое. Однако каждый проведенный день под стражей в СИЗО им засчитают как полтора дня в исправительной колонии. Год еще остался. На сегодняшний день отбыта 2 года. С учетом перерасчета. По этому делу есть и пятый обвиняемый. Джован Мхитарян. Он скрылся после кражи и сейчас находится в международном розыске. Большая часть похищенных из сейфа денег до сих пор не найдена. Осужденные настаивают на том, что похищенные миллионы находятся у него. Вероника Гайнудинова, Нелли Абдулин, ТНВ, Казань. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом Пирогова посмертно награжден Марат Садыков, экс-министр здравоохранения Татарстана. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Марат Садыков всю свою жизнь посвятил медицине. Минздрав республики возглавил в 2018 году. До этого на протяжении 10 лет был главным врачом 7-й горбольницы Казани. Умер на 54-м году жизни 29 января. Главы-блогеры. Открытый Беляев, закрытый Хасанов, отсутствующий Медшин. Реальное время составило рейтинг активности глав районов Татарстана в социальных сетях. Читайте сегодня. Сегодня 150 лет со дня рождения всемирно известного оперного баса Федора Шаляпина. Он родился в Казани, а его юбилей отмечает вся страна. Его вклад в развитие оперного искусства неоценим. Созданные им сценические образы стали эталоном. Такие слова сегодня Рустам Мениханов произнес в память о великом русском певце. Раис Республики лично приехал на церемонию открытия мемориальной доски на доме, где Федор Шаляпин родился и вырос. Как мальчик из крестьянской семьи смог вывести оперное искусство на новый уровень? И почему именно Казань он всегда называл лучшим городом? Об этом Рамиль Шайдулин. Он утопал в цветах еще при жизни и часто слышал, как ему рукоплескала и мариинка, и митрополитен опера, но внимание своих земляков всегда было ближе. Федор Шаляпин любил Казань. Казань продолжает любить его. С именем Шаляпина связана целая эпоха развития русской культуры. Он дес неоценимый вклад в развитие высокого оперного искусства. Федор Иванович был артистом, которого знал практически весь мир. Сегодня на доме по улице Пушкина, где родился и вырос великий русский бас, как его называли во всем мире, появилась мемориальная доска. Молодой Шаляпин задумчиво держит в руках ноты. Сейчас сказали бы его хита, песни «Дубинушка». Сначала ее пели бурлаки, но он первый, кто вывел народную песню на сцену оперы. Семья Шаляпина жила на втором этаже флигеля или пристрою к некогда каменному дому купца Лисицына. Сам пристрой был деревянным, возможно, даже холодным, но именно здесь было суждено родиться тому, кто впоследствии прославит Казань на весь мир. Его семья – крестьяне выходцы из Вятской губернии и не предполагали, что маленький Федор свяжет жизнь с музыкой. Семья хотела, чтобы он стал песцом. Крестный учил его сапожному делу, но однажды Федор услышал церковный хор и в нем спустя время запел. Здесь начало большого жизненного и творческого пути. Путь, который и через 150 лет не прервался, потому что наследие Федора Ивановича Шаляпина, она бессмертна. Цветы сегодня возлагали их памятнику Шаляпина возле Богоявленского собора, где маленький Федор был крещен. Его называют духовной родиной Шаляпина. Именно здесь он начинал петь, а в 12 лет впервые попал в Казанский театр и влюбился в сцену на всю жизнь. Судьба распорядилась таким образом, что театр был и человек просто максимально раскрыл себя в этом жанре. Страсть к искусству сопровождала Шаляпина по всей стране. С кочевыми трупами он объездил по Волжье, Кавказ, Среднюю Азию и было еще далеко до звездного часа. Саратов, кстати говоря, жюри, которое принимало из лучших басов для Саратовского театра оперы и балета, они, к сожалению, не взяли Шаляпина и Федора Ивановича и пожалели об этом глубоко до сих пор. В 1893-м Федор Шаляпин перебирается в Москву, год спустя в Санкт-Петербург, где обретают всероссийскую славу. Поет в Мариинском театре, через пару лет в Миланском театре Ла Скала. В 20-е годы на гастролях в США, но ни один город не любил так, как родную Казань. И он всегда говорил, я в Казани родился, Казань моя родина, но никогда его не забывал. Ему впервые присвоили звание народного артиста нашей республики. Мы гордимся этим. С 1997 года в Казани присуждается шаляпинская стипендия молодым талантам. Традиции заложил сам Федор Шаляпин. А прямо сейчас дополняется туристический маршрут по шаляпинским местам. Гости столицы проходят весь казанский путь артиста. От Богоевленского собора до музея Шаляпина и Горького. Рамиль Шайдунинс, Ансаитова, ТНВ, Казань. В Москве также почтили память Федора Шаляпина. Цветы возложили к памятнику певцу, расположенному рядом с домом-музеем. Также посетили могилу легендарного артиста на Новодевичьем кладбище. Судьба Федора Шаляпина тесно связана со столицей. Современники говорили, в Москве три чуда. Царь-колокол, царь-пушка и царь-бас. Фарид Мухаммедшин сегодня посетил Казанский автотранспортный техникум. Он ознакомился с условиями обучения и пообщался со студентами. Здесь учатся почти 1400 ребят, в том числе иногородние и иностранные студенты. Готовят водителей, машинистов, мастеров ремонта, дорожных строителей и других специалистов. Техникум основан в 1945 году. В прошлом году он выиграл грант по федеральному проекту молодые профессионалы на оснащение мастерской по обслуживанию грузовой техники. Сегодня здесь семь мастерских и 11 лабораторий. Оборудование соответствует мировым стандартам. С 2015 у техникума статус ресурсного центра. Я тоже начинал свою молодость, обучившись автотранспортному делу. И для меня было интересно, какова сегодня практика обучения и подготовки автоспециалистов. Я удивлен. Это как космос. По сравнению с теми машинами, с тем оборудованием. Материально-техническая база техникума окрепла. Очень серьезная. На рынке труда наши ребята, они очень востребованы. И уже на последних курсах приходят работодатели, выбирают ребят, кто будет проходить практику с последующим трудоустройством. Дилафрос стала Дилярой, Миляуша Миленой, Айрат Аароном. В прошлом году 545 челнинцев сменили имена. Этот показатель вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные прозвучали в итоговом отчете управления ЗАГС Автограда. Как выяснилось, имена горожанам либо не нравятся, либо слишком распространенные. Фамилии меняют из-за неблагозвучности, после заключения брака или для приезда в другую страну. Так в набережных Челнах появились полные тезки голливудского актера Райана Госсинга и поэтессы Марины Цветаевой. Помимо имен и фамилий меняют и отчество. Из-за отцов, не принимавших участие в их воспитании, Челнинка взяла отчество Татьяновна, а еще один житель города теперь Екатеринович. Приятная новость. Пополнение в телевизионной семье ТНВ. Корреспондент программы «Новости Татарстана» наш спецкор из Альметьевска Филюза Хамедулина во второй раз стала мамой. На свет появился долгожданный малыш Самир весом 3,5 килограмма и ростом 54 сантиметра. О мальчике в семье мечтали с рождения дочери Дины. Девочке сейчас 11 лет. В этом году это первый малыш в службе новостей. В 2022 в нашей редакции родились четверо детей. Безумно рады, что в большой команде ТНВ родился еще один малыш, наш мальчик. Мы его очень долго ждали. Я временно пропаду с экранов, но обязательно хочу вернуться на свою любимую работу. Дети – это будущее, это цветы жизни. И надеюсь, наши дети тоже выберут нашу профессию и в будущем будут работать на ТНВ. Это были все новости, о которых мы успели рассказать к этому часу. С прогнозом погоды на завтра вас познакомит Диана Асгар. Передаю ей слово, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Не упустите возможность воспользоваться новыми условиями госпрограммы. Купите новую «Ладо» с рекордной выгодой 20%. Если «Ладо», то в «Канавто». Звоните за подробностями. 230-30-30. Процклад «Победа». Макароны «Макфа» 66,50. Масло подсолнечное 103,90. Все нужное по низким ценам. Народ, я, короче, тут типа в 93-м. Не терчусь здесь делать, дед! С прождеством. Сколько я вам должен за проезд? В бухгалтерии посчитать. Фильм «Быть» во всех кинотеатрах с 9 февраля. Хочу современный жилой комплекс. Хочу парк рядом. Хочу жить красиво. Поэтому Акбарс дом. С добавкой здравурни сушка, Куры несутся зимой, как летом. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников «Эксид». Только в феврале с преимуществом до 1 миллиона рублей. Зимние шины в подарок. Пройдите тест-драйв в «Эксид-центре РРТ» на Чуйково, 54Б. Подробности по телефону 207-0080. «Эксид» – born for more. Здравствуйте! В феврале решил наверстать дефицит осадков. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Бугулеме, Бавлах, Ознакаево сохраняется слабоморозная погода. Пройдет снег, не исключена слабая метель. И ночью, и днем около 5 мороза. Небольшие осадки ожидаются в набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге. Ночью 4 градуса мороза, днем минус 3 градусов со знаком минус. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши не обойдется без снега и порывистого ветра. Температура в ночные часы минус 4 мороза. Днем ожидается около 3 градусов ниже нуля. В Арске, Кукмари, Балтаси облачно. Снег, возможно, небольшая метель. Ночью и днем ожидается около 5 градусов мороза. В Волгаре, Дрежаном, Буинске, небольшие осадки в виде снега. Ветрено, ночью минус 5, днем около 4 мороза. Небольшие осадки и незначительные морозы в Альметьевске, Чистополе, Мамадыши. Ночью и днем около 4 градусов со знаком минус. В среду на пару градусов станет прохладнее, а также будет отмечаться небольшой снег. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Субтитры создавал DimaTorzok Виноградный напиток «Эмисс» укрепляет тонус, повышает силы и делится энергией. Признан лучшим продуктом 2022 года. «Эмисс» – прекрасный подарок для всех членов семьи. «Эмисс» – вся польза темных сортов винограда в одном напитке. Действует предложение. Удваиваем выгоду. При покупке одной упаковки «Эмисс Таврический» – одна упаковка лимонадов в подарок. Наполни себя внутренней частотой в месяц Рамадан. Столица Татарстана облачно. Снег. Не исключена небольшая метель. Температура не изменится. И ночью, и днем ожидается около пяти мороза. Ветер северо-восточного направления. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха – 87%. На дорогах гололедится магнитное поле земли в норме. Антикварная галерея «Ретроспектива». Купит старинные татарские украшения и детали от этих украшений. Также антикварные предметы. Очень дорого. Адрес галереи – Казань, улица Коротченко, 22. Рядом с железнодорожным вокзалом. Телефон – 8-9-6-0-0-41-23-41. С вами была Диана Асгар. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин